Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Прицеп двухдверный Коллиман 263BH, длина 8 метров. Это, если можно так выразиться, аналог, близкий к прицепу Хобби Престиж 720 серии. Хобби Престиж 720К, WFU, UKFE, VLS и так далее. Почему эти прицепы хороши? Почему я делаю видеообзор на эти двухдверные прицепы? Потому что масса этих прицепов составляет 3,5 тонны, чуть-чуть меньше. И эти прицепы подходят для тех тягачей, которые мы эксплуатируем и официально покупаем в Российской Федерации. Такие, как Toyota Land Cruiser 200, Toyota Hilux, Toyota Prado 150 и их аналоги от других производителей. Вот все, что выше 3500, все это уже американские тягачи. А все, что 3500 и ниже, это тягачи, которые официально, ну автомобили, которые официально продаются на территории Российской Федерации. Поэтому эти прицепы можно рассматривать для покупки. И вот я один из тех людей, которые покупают себе вот именно этот прицеп. Значит, оказывается, в Америке целая серия двухдверных прицепов. И все они массой 3,5 тонны. Вот строго, 3,5 тонны двухдверные. Но с небольшими вариациями. Там в одном прицепе дверь входит в основное помещение и в спальню. В другом прицепе дверь входит в основное помещение и в туалет и так далее. Вот чем мне понравился этот прицеп? Это уже сегодня третий или четвертый видеообзор вот именно этих двухдверных прицепов. Я очень много про них рассказал. Я не буду повторяться о том, какая здесь замечательная система слива черной воды. О том, как пользоваться слайдером. О том, как работает передача винтгайка. Я просто хочу еще раз напомнить, что в совокупности цена этого прицепа получается в итоге дешевле, чем европейские аналоги. Даже несмотря на то, что здесь слайдер. Даже несмотря на то, что тут система отопления. Даже несмотря на то, что тут внешняя кухня и так далее и тому подобное. Получается дешевле. Пройдите по ссылке, сконфигурируйте европейский прицеп точно так же, как и этот. И вы получите результат, который, конечно же, по цене в пользу американского прицепа. Ну, и так, пошли вокруг. Посмотрим, что он из себя представляет. Высокий клиренс, большая маркиза автоматически выдвигается туда-сюда. У этого прицепа длина 8 метров. У европейского аналога длина 7 метров 20 сантиметров. Здесь на метр длиннее. Маркиза, которая выдвигается автоматически сама, нажатием на одну кнопку. Клиренс гораздо выше. И две двери. Вот это вход в туалет. Вот этой двери. Это вход в основное помещение. И вот что мне в этом прицепе понравилось, в отличие от других. Он необычной отделки. И у него две двери в спальную зону хозяев этого прицепа. То есть отдельный вход для мамы, отдельный вход для папы. Но, впрочем, давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что он из себя представляет внутри. Мы проводим видеообзор прицепа Coleman 263BH. Двудверная версия. Массой 3,5 тонны. Но прежде я хочу сказать то, что я забыл сказать во время внешнего обзора. Значит, здесь автоматически выдвигаемые лапы. Вот с помощью вот этого тумблера вы... Ну, сейчас аккумулятор разряжен. Но с помощью этого тумблера вы выдвигаете лапы, не крутя вот эту вот крутилку, как мы привыкли это делать в европейских прицепах. Просто нажали на кнопку, вот спереди, сзади, то же самое. Да? И они сами автоматически выдвигаются и облегчают жизнь караванеру. Это, конечно, здорово. Тот, кто раньше не было прицепа, тот не очень, так сказать, оценивает эту опцию. А караванеры меня поймут, что это такое. Вот. Но почему я решил сделать... Тут вообще много двухдверных прицепов. Но почему я решил сделать еще обзор именно этого прицепа? Мне очень нравится отделка. Вот, обратите внимание. Во-первых, вход в спальню двухдверной. Вот спальня в двухдверной... Ну, имеется в виду, тут как бы два варианта двух дверей. Вот первая дверь, да? А вот вторая дверь. Вторая дверь, которая... С помощью которой можно войти с внешней стороны в туалет. Это очень удобно, я думаю. Да, я еще не могу прочувствовать, потому что у меня не было такого прицепа. Но, наверное, дверь внешняя в туалет, это здорово. Ну, представьте, вышли там с моря, дети спят с пляжа, там, или с речки, где вы отдыхаете. И не нужно заходить внутрь, будить там вот спящих вот здесь деток. Вы просто вошли с внешней стороны, помылись, ходили в туалет и так далее. Это здорово. И вот еще две двери. То есть у каждого свой отдельный вход. У мамы свой вход, у папы... Да, кстати, я хотел сказать, Слава, чтобы ты закрыл дверь. И дверь жесткая, не какая-то там гофрированная, а именно жесткая. Вот так вот это все закрывается. Вот у двудверных версий, у двудверных планировок, прицепов, я имею в виду две внешние двери, да. У них у всех всегда перегородка между спальней и всем остальным помещением. И вот здесь вешается большой, огромный телевизор. Но в некоторых прицепах есть, ну, одна дверь. Одна дверь позволяет сделать вот эту стенку больше и повесить больше телевизор, да. Поэтому, если вы хотите повесить огромный телевизор, нужно выбирать другую версию с одной дверью, чтобы стенка была больше. А так, собственно говоря, в принципе, тоже нормально. Вот повесили, смотрите вот отсюда. Тут тоже неплохо все это дело смотрится. Ну, огромная кухня. Во всех этих прицепах одинаково большие огромные кухни. Микроволдовка, кухонная вытяжка, духовка, большой, огромный холодильник. Давайте посчитаем количество спальных мест. Раз-два, да. То есть вот эта вот французская, не французская, извините, королевская кровать, где у каждого свой вход. Три-четыре для детей, да. Пять для одного взрослого. Для детей или для взрослых. Шесть, семь, восемь, девять. То есть девять мест, если три взрослых и пятеро детей. Или вы можете путешествовать в составе. Раз, два, три, четыре. Четыре взрослых, даже пять взрослых, двое детей. То есть вот такое сочетание. То есть семь, девять мест. Этот прицеп в зависимости от того, кто путешествует. Много детей или много взрослых. Шкаф для хранения посуды. И вот такое вот... Вот это вот, кстати, пространство для слайдера. Вот именно вот это вот слайдер. Вот здесь вот выдвигается. Вот. И объем прицепа делает его ширина, а не его длина. Вот именно поэтому придуманы слайдеры. И вот этот камин позволяет отапливать прицеп от электроэнергии в холодное время суток. И теперь самое главное. Значит, вот в Хобби Престиж 720, любая 720 серия Хобби Престиж, она выполняет те же самые функции, что вот эти вот двухдверные прицепы, американские двухдверные прицепы массой три с половиной тонны. И если вы европейский прицеп сконфигурируете так, как этот прицеп, вы получите стоимость 5 миллионов 600 тысяч. А вот именно этот прицеп стоит меньше 5 миллионов. Он стоит 4 800, 4 900. Вот приблизительно эту стоимость. То есть он на 700 тысяч дешевле, чем европейский аналог. Но к этому прицепу вы получаете самовыдвигающуюся маркизу автоматическую. Вы получаете слайдер. Вы получаете длину на метр больше. Длину, ну и плюс еще ширину. То есть вы получаете гораздо большее пространство. Вы получаете самовыдвигающиеся лапы и кондиционер. Вы получаете две двуспальные кровати. Количество мест у него раз-два. У этого прицепа 9. А у европейского 720-го 6 мест. А 720-го у КФЕ 7 мест. В общем, этот прицеп покупать гораздо выгоднее. Но у него два недостатка. Там, где есть много плюсов, там, конечно же, появляются и минусы. Срок доставки у него выше. И нагрузка на шарик фаркопа у него больше. Поэтому, чтобы буксировать этот прицеп, вам необходимо на свой тягач устанавливать американский фаркоп. Но это не проблема. Вместе с этим прицепом мы поставляем фаркоп для вашего тягача. Итак, с вами была компания Дом в дорогу. Все подробности об этом прицепе вы можете найти на сайте домвдорогу.ру или на ссылке под этим видео. Не забывайте, что мы единственная компания в России, которая организовывает путешествия с домами на колесах и с прицепами дачами. Эти путешествия называются караванинги по всему миру. И ближайшее путешествие у нас в США. Вы можете записаться на главной странице нашего сайта Дом в дорогу. Заходите на этот сайт. Дом в дорогу – первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, Крым, Грузию, на Байкал. Прямо на пляже летом, зимой за полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку. И все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал, там и Хилтон. Подробности на сайте домвдорогу.ру